Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. В Управлении почтовой связи по Карачаево-Черкесской республике подвели итоги работы за прошлый год. Об изменениях в сфере почтовой связи нам расскажет гость программы. Правильная зарядка, приемы самообороны и многие другие секреты здорового духа раскрыли сотрудники Росгвардии для детей в летних лагерях республики. Красочные декорации, яркие, запоминающиеся номера. В Кисловодск приехал Королевский цирк. К началу августа в столице Карачаево-Черкесии заработают все фонтаны. На данный момент в Черкесии работают 4 фонтана. Это в Покровском парке, на улице Красноармейская, в парке Зеленый остров и в районе завода РТИ. Сейчас на ремонте фонтаны в сквере Чернобыльцев возле мэрии Черкеска, а также идет реконструкция центрального парка столицы. Сотрудники парка в мэрии и подрядных организации просят жителей и гостей города бережно относиться к общегородским достопримечательностям. Каким выдался ушедший год для управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии? Сегодня об этом и многом другом расскажет гость программы, директор управления почтовой связи по региону Ахмат Лайпанов. С ним встретился Олеган Лепшоков. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях директор управления почтовой связи по Карачаево-Черкесской республике Ахмат Магомедович Лайпанов. Доброе утро, Ахмат Магомедович. Для начала хотелось бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем Почты России. Пожелать вам и вашим коллегам успехов в работе и, самое главное, крепкого здоровья. Для начала, Ахмат Магомедович, расскажите нам, пожалуйста, каковы итоги работы Почты России за 2020 год, какие изменения и новшества произошли. Как известно, на Руси каждое второе воскресенье июля месяца у нас День Российской Почты, и мы его отмечаем по всей стране. Спасибо за теплое поздравление. Были очень много лестных, хороших, прекрасных слов из правительства Карачаево-Черкесии, из Почты России. Было очень много подарков, грамот, вручений. В этот день мы чествуем очень таких людей, которые в течение года отличились, и в течение года как бы себя не показали с хорошей стороны. Попутно до Дня Российской Почты у нас был еще конкурс, конкурс профессионального мастерства оператора почтовой связи. Мы этот конкурс делали у себя в республике, мы выбрали лучшую. После того, как мы выбрали лучшую, она участвовала в Северокавказском конкурсе лучшего оператора. Она выиграла там и заняла первое место. Этот конкурс также был у нас лучший водитель. У нас еще мужчина с Зеленчугского района тоже занял второе место по водителю. Поэтому мы можем с гордостью сказать, что год начался хорошо, что мы уже передовые места занимаем. И теперь лучший оператор почтовой отрасли, которая Черкашина, она теперь будет готовиться в Москву. Теперь будет конкурс проходить в октябре месяце в городе Москве. Какие ремонтные работы проводились в отделениях почтовой связи? Что было изменено в работе почтовиков? Об этом тоже нам расскажите, пожалуйста. В период в прошлом году пандемии открытия отделений связи у нас так таковых не было. Но ремонтные, капитальные ремонты отделений, порядка 12-13 отделений связи мы отремонтировали. Несмотря на трудную ситуацию с пандемией, мы отремонтировали. И наши отделения, они в соответствии с ГОСТами, с доступной средой, со всеми этими были отремонтированы в 2020 году. То бишь работа в этом направлении направленная, она не прекращалась. И она также была у нас задействована. В 2020 году у нас еще такое обновление автопарка было. 11 автотранспортных средств, которые имеют проходимость. Они в труднодоступные наши населенные пункты будут проезжать. Были они по 4 машины зеленчугский почтам созданные. И 4 машины зеленчугские почтам, они будут обслуживать пхию Рашкава. Самые труднодоступные у нас там Хорц. Вот в этом кусте они будут. У них Соболь, у них проходимость, реверс тоже высокий. И вместимость тоже у нас почти до 2 тонн. Поэтому наши населенные пункты, где есть труднодоступные, они тоже уже будут новым обновленным автотранспортным средством. И в завершение хотелось бы узнать, Ахмад Амедович, вот часто говорят, что почта России уйдет, придут новые технологии, интернет и так далее. Вы как считаете, что делается для того, чтобы почта России развивалась и шла ногу со временем? Да, очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Но на сегодняшний день могу сказать такую вещь. Почта России меняется в ногу со временем. Вводятся новые сервисы, новые услуги оказания. Вводится так-таковая электронная цифровая почта. То есть у нас вводятся мобильные приложения. Можно заказать товар на дому. Там в мобильном приложении у нас очень много функций сделано. Есть такое предзаполненное. То есть вводится новая услуга, которая, ты уже предзаполненно придешь в отделение связи. И уже ты, в зависимости от того, что очередь, не очередь, можешь сразу же взять свою посылку и уйти. То есть век цифронизации. Это цифронизация диджитал. Вот у нас это тоже в ногу идет. Также вводятся электронные уведомления. Также вводятся у нас электронные письма. Также у нас идет электронная цифровая печать. Печать, говорю, подпись. Поэтому у нас в век цифронизации у нас меняется формат обслуживания. То есть мы ближе еще становимся на шаг на два к людям, к тем, которых через госуслуги, через этот. Мы можем все наши письма электронные отправлять и как госуслуги, и точно так же и оттуда доставлять. Поэтому у нас на сегодняшний день очень много сервисов. Также у нас в этом мобильном приложении, который может любой человек себе установить на телефон, есть продажа e-commerce, товаров, услуг. Также, если вы там же в этом мобильном приложении эти все услуги или же товар выберете, мы точно так же его же привезем прямо в дом. Спасибо, Ахмат Майданович, за теплую беседу и желаем вам успехов в вашей работе. А сейчас давайте узнаем, какой будет погода на выходные. Субтитры подогнал «Симон»! Лучшее время для активного отдыха – это лето. У мальтишек и девчонок есть возможность находиться на свежем воздухе, играть в любимые игры, общаться с друзьями. А главное – отдохнуть от школьных будней и набраться сил перед занятиями. Росгвардейцы разнообразили отдых детей. В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» они провели со школьниками тематические занятия. Александра Коваленко продолжит тему. Утренняя зарядка – один из обязательных пунктов распорядки каждого нового дня в летнем лагере. Она пробуждает, оздоравливает и укрепляет организм. А кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вспомнив крылатое выражение из любимого мультфильма, Росгвардейцы посетили ребят, которые отдыхают в летних лагерях. Бодрящие упражнения утренней зарядки настраивают ребят на позитивный день. А приятное знакомство с Росгвардейцами несет еще много нового и интересного. Приемы самообороны – вот что больше интересует мальчишек. Посмотреть, как их выполняют бойцы ОМОН, такая возможность предоставляется крайне редко. Если у вас произошла неприятная встреча с хулиганом, то в первую очередь нужно попробовать разрешить конфликт мирным путем. Без применения силы. Такую рекомендацию ребятам дают старшие наставники. И утверждают, что лучшая драка та, которая не состоялась. Но простые приемы самообороны все же знать надо. Они помогут отпугнуть обидчика, не причиняя вред здоровью. Эмоции переполняют. Это утро действительно бодрящее, признаются нам ребята. И наперебой спешат поделиться с нами впечатлениями. Мне показали очень полезные приемы. Мне понравилась зарядка не потому, что она полезна. Она и полезная, и веселая. Мне понравилась эта зарядка, потому что она полезна для тела. Ее вели очень люди важные для России. И я вырасту и хочу быть таким же человеком энергичным. Мне показали приемы. Я даже сама попробовала. Это было очень интересно и весело. Мне очень понравилась эта зарядка. Тем более прием, который вы показали. Это все полезно для тела и для наших органов. А кем хочешь, когда вырастешь, быть? Программистом. Мне понравилась очень зарядка, потому что я посмотрела, как в армии делают зарядку. И мне понравилось, как дерутся с хулиганами. Когда я выросла, я хочу стать гимнастикой. Я буду преподавать. Ежегодно отдохнуть в Тибирду приезжают юные спортсмены из Ростова-на-Дону. Среди мальчишек и девчонок есть уже кандидаты в мастера спорта, призеры и победители первенства по самбо и дзюду-юфо. Проводить летние каникулы в горах Карачаева-Черкесии – одно наслаждение, признаются нам ребята. После энергичной зарядки сотрудники отдела вневедомственной охраны рассказали спортсменам об истории создания службы и специфики работы ведомства, о том, как обеспечивается охрана имущества и безопасность граждан. Экипировка Росгвардейцев особо заинтересовала ребят. Они смогли примерить на себе жилеты и защитные шлемы. Увезут с собой школьники не только массу впечатлений, но и яркие фотографии. Вообще, конечно, здоровье – это самое главное, что есть у человека. Поэтому вот такие вот мероприятия, когда к нам приходят гости, тем более из ведомств, когда они видят на примере вот таких вот мужественных людей, таких вот спортивных, атлетических, конечно, это большой стимул для детей. Поэтому мы всегда рады, мы рады видеть вас, мы рады видеть другие структуры. Поэтому это огромный плюс для детей. Это вот на будущее, чтобы они смотрели и на примерах учились, становились такими же вот. Здоровыми, сильными, бодрыми, умелыми. Это очень важно. Зарядка с Росгвардейцами, мальчишками и девчонками воспринялась на ура. Ведь многие из них мечтают во взрослой жизни пополнить ряды защитников Родины. Александра Коваленко, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Чакисия. Красота, роскошь и невероятные человеческие возможности. Королевский цирк приехал в наш любимый Кисловодск. О грандиозном шоу, премьера которого уже сегодня вечером, расскажет Руслан Каркмазов. Я был шокирован той красотой и тем, как преобразился Кисловодский цирк. Для вас, в первую очередь, зрители, которые придут к нам на шоу и сядут в это замечательное кресло, в этом уютном, камерном, красивом цирке. А жители гостей Кисловодска будут шокированы грандиозным шоу в обновленном цирке. 18 фур с декорациями и 100 артистов. Все с королевским масштабом. Роскошь королевского цирка – это и мирового уровня артисты разгас цирка, и более 2000 эксклюзивных костюмов, и хрустальные люстры, и море кристаллов Сваровски. Ну, вы любите смеяться? Приезжайте к нам. Любите красоту? Приезжайте к нам. Хотите забыть про все на свете и обклюнуться в сказку, ну, в реальную сказку? Приезжайте к нам. Реальная сказка на сцене – это и снежная королева в знойное лето. Красивые, да? Да вообще просто. Дух захватывает. Животные королевского цирка ухожены от этого роскошные. Разгас цирк содержит животных в самых лучших условиях. Все сыты и довольны, поэтому арена и зрители доставляют четвероногим и крылатым артистам удовольствие. Премьера королевского шоу «Геерадзе» в Кисловодске состоится уже в эту субботу, 24 июля. Эта королевская сказка продлится до 29 августа. Руслан Куркмазов, Славу Румов из Кисловодска. Вести Карачаево-Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Руслан Куркмазов, Славу Румов.